Мы сегодня проводим тест мультимедийных конференц-систем. Это оборудование, которое на самом деле большинством специалистов на рынке еще ни разу в руках, так сказать, не держано и на объекты не ставлено. То есть это совсем свежая и совсем новая категория устройств, которые на самом деле специалисты все видели на выставках, но еще на самом деле ни разу в руках не держали. Мне кажется, что этот тест по-своему уникален, потому что действительно возможность сравнить такие дорогие устройства есть очень не у многих специалистов. Каждая из конференц-систем очень дорогая, и поэтому мы сегодня достаточно такой делаем дорогой и очень ценный тест. Ну и я надеюсь, что результаты, конечно, будут его очень показательны. Для этого сравнения свои системы предоставили три производителя – Bosch, Telvik и Tiden. Перед самым началом теста мы спросили у экспертов, какие параметры систем наиболее важны для них. Это быстрое развертывание, надежность в работе тут же, да, и, ну, я думаю, что цена. Мультимедийность, а именно работа с видео, так сказать, с контентом. Вот это для меня самое главное, чтобы в перспективе понять, как это дело будет интегрироваться. Собственно, основной функционал систем – это конгресс-система, поэтому шаг номер три в тесте, который указан как слепой тест звука. Самый интересный, я думаю, будет в этом тесте. Как другие бренды, реализовался синхронный перевод. Ну, наиболее интересен для меня будет этап работы с видеоконтентом. Вот мы в своих инстанляциях используем в основном телевик, вот, но мало опыта работы с Bosch и Stadin. Вот интересно посмотреть, как эти системы проявят себя именно вот в этом ключе. Мне гораздо интереснее, как именно они могут сопрягаться с другой системой, которой мы занимаемся, системой Beamp. Как известно, это аудиоматрица, соответственно, мы очень часто подключаем сигналы из конференц-систем, поэтому очень интересно, какие у нас есть перспективы в дальнейшем именно сотрудничества между этими брендами. Сценарий теста на этот раз состоял из девяти этапов, восемь из которых эксперты должны оценить по пятибальной шкале, что будет занесено в итоговый протокол. Мы попросили производителей, участвующих в тесте, назвать отличительные особенности, представляемых ими систем. Уникальность системы в том, что Bosch предоставляет не только пульты, да, а готовые решения полностью. То есть это и центральное оборудование, это и пульты участников, также это и камеры, и это готовые решения. Такая функция, как электронный суфлер, вот, которая создана для помощи при выступлении. То есть это текстовая подсказка, которая позволяет следить докладчику за своим текстом с подсветкой текущего текста, проговариваемого, и как в автоматическом режиме, так и в ручном. То есть такая вот функция достаточно тоже интересная. Особенность нашей системы состоит в том, что она действительно повышает эффективность деловых встреч и переговоров. Я думаю, экспертам понравится качество аудио. Это то, чем мы славимся, а также передача видео с очень низкой задержкой. Хочу отметить, что эти разработки основаны на нашей фирменной технологии Plexus, что означает, что вы можете использовать интерфейс Dante для подключения оборудования третьей стороны, не допуская проникновения других устройств в систему конференц-святи. Работаем здесь и сейчас, поэтому мы оцениваем представленное оборудование по футбольной шкале. Понятно, что если есть еще что-то, но у нас оно вот здесь, его нет, у нас на столе. Поэтому мы оцениваем каждый бренд по футбольной шкале, то, что есть сейчас на столе вот здесь. Три конференц-системы представлены комплектами из председательского и двух делегатских пультов. Системы подключены балансным сигналом на аудиоплатформу, с которой без обработки аудио выводились по цифровому интерфейсу, на усилитель и акустику. Пожалуйста, сейчас поставьте оценку каждому бренду и напишите ваши комментарии. Мне хочется знать, что будет происходить, потому что я оцениваю систему сейчас и насколько с ней удобно будет работать. Итак, четыре часа экспериментов и сравнений позади. Каковы впечатления наших экспертов? Бош порадовала удобством управления, интуитивно понятным интерфейсом, организацией мероприятий. Тайден порадовал гибкостью возможных конфигураций, поскольку работает практически с любым железом. Ну и традиционный телевик порадовал качеством аудио и видео, и также лаконичностью интерфейса управления. Что касается передачи видеосигнала, вот был немножечко разочарован работой Бош, поскольку сигнал шел с большой задержкой в качестве картинки на Тайдене. То есть достаточно странно это было. Задержки были достаточно высокие, то есть где-то на границе с, наверное, недопустимыми для работы именно конференции видео системы. Как я ожидал, Бош все равно оказался более функционален. Ну и Тайден вроде бы догоняет, как бы, так сказать, уже Бош каких-то вопросов. Значит, да, то есть, ну, несколько телевика я увидел некоторые, как бы, ну, не совсем готовые решения. А в целом, так сказать, очень интересно и понятно, что эти данные можно использовать для своей работы. В принципе, ни у одной компании не оказалась нормальная работа с документами. Значит, мне приходится достаточно работать с документами законодательными, и я не увидел возможности листать многостраничные документы легко на экранах. То есть, если проходит законодательных каких-то собраниях работа этих систем, то потребуется быстрое обращение какой-то страницы, а ее надо найти. Если документ имеет много страниц, это проблема. То есть, пролистывание, особенно, если идет обсуждение, требуется переход, обсуждается первая страница, потом десятая, потом двенадцатая, надо вернуться к первой. То есть, при большом количестве участников это будет, как бы, не совсем хорошо. Потребуется дополнительный экран. То есть, реально система не решает вопрос отказаться от дополнительных экранов. Три достойных конкурента. У каждого есть свои плюсы, есть свои минусы. Поскольку это новинки, я думаю, что доведут до ума, как бы, то, что сыровато. И то, что хорошие качества, они будут только, ну, еще более улучшены. Вот. Я бы, конечно, ну, как всегда хочется, взял бы у каждого и собрал воедино. Первое, что бросается в глаза, это, естественно, то, что все системы еще достаточно сырые. То есть, сама технология прогрессивная, но, как минимум, программное обеспечение требует значительной доработки. То есть, явно видно, что это некие первые шаги, которые еще дальше будут развиваться под специфику использования самих систем и под специфику работы с ними. Что не понравилось на текущий момент, это сложность взаимодействия с интерфейсом. То есть, обычному пользователю работать с такими интерфейсами будет сложно. Поэтому, вот, как вижу развитие системы, это упрощение интерфейсов для того, чтобы можно было даже самому-самому, так сказать, дубу все-таки найти кнопку, на которую нажать и быстро получить нужный ему результат. Не было ярких сюрпризов, не было какой-то феерии, шока. Все, в принципе, в рамках ожидаемого и на хорошем уровне, скажем так. То есть, в принципе, то, что я ожидала, увидеть я это и увидела, и ничему особо сильно не удивилась. Пожалуй, единственное, что, может быть, те бренды, не буду называть какие, от которых я ожидала, может быть, каких-то, не то чтобы разочарований, но, скажем, каких-то недоделок. Они, наоборот, показали себя с очень хорошей стороны, но конкретизировать не буду на всякий случай. Очевидно, что все три производителя, они идут разными путями в реализации тех или иных задач. Поэтому вот что-то выделить, как бы отрицательный какой-то факт или положительный, сложно. Ну, не знаю, там, навскидку, я вот на последнем слайде увидел у телевика, правда, этому внимания особо не выделялось. То, что вот для синхропереводчиков, мониторы синхропереводчиков могут подключаться непосредственно в пульты. И само вот, само кодирование видео в телевике, оно, ну, мне понравилось, оно вот как-то явно было реализовано лучше, чем у производителей других. Но и у других производителей, естественно, какие-то вот определенные положительные качества тоже есть. То есть, определенно, явно сыро у всех производителей, это пользовательский интерфейс. Его необходимо прорабатывать и делать как можно проще для того, чтобы конечный пользователь мог проще управлять устройством. Вот это, кстати, самое главное. Мне понравилось у Боша, да, достаточно, это вот открытая система, то, что любую ПКшку, да, можно установить. То, что показали в конце с Трукомфом, это интересная фишка такая, да, я думаю, можно это развивать. Если касаемо Тайдена, вот, возьмем, то, я думаю, это абсолютно точный дизайн. На мой взгляд, сейчас сравнить их с телевиком и с Бошем будет просто некорректно, да, в плане дизайна. Вот, ну, так, как бы, достаточно все быстро работает. Вот, Бошу однозначно с софтом что-то делать. Вот, прекрасно было видно, когда показывали в телевине, да, показывались у нас. То есть, ну, так вот, тормоза были просто дикие. Это, ну, как бы, функция есть, да, но она абсолютно не нужна. Я думаю, так. Телевик, телевик, достаточно все просто, понятно. Может быть, он по функционалу достаточно меньше, да, предоставляет, но все как часы работает, там все идеально. Да, практически отсутствие задержки при стриминге у телевика прям поразило, поразило. Очень заинтересовало. Во всем остальном, как бы, все понятно. У всех, в принципе, систем, функционал плюс-минус одинаковый, по большому счету. Конечно, здесь стоит вопрос, как бы, о применимости этого всего в реальной жизни. Все хорошо. У Бош прекрасный дизайн, но, как бы, к звуку, хотя у Боша всегда был хорошо со звуком, но в этот раз вот с сэрыми микрофонами прям мне непонятно. Телевик, как бы, все красиво, но вот с точки зрения дизайна как-то вот простенько надо бы доработать бы. Вот. Тайден, хорошая, мощная система, но, опять-таки, на стол такую не поставишь. Ну, только если, конечно, это не дворец съездов какой-нибудь. Нужно, чтобы были интерфейсы user-friendly. Мы, по моему разумению, так сказать, у всех трех систем интерфейсы соответствуют профессиональным системам. И если мы сажаем оператором человека, который профессиональный, значит, соответственно, он разберется и будет в этом работать. То есть функционал там есть, а то, что она, так сказать, некрасивая, как в IOS, например, там какие-нибудь иконки, это другой вопрос. Это вопрос вкуса и цвета. Мне хотелось бы поблагодарить всех организаторов за предоставленную возможность ознакомиться с новейшим оборудованием. Вот. Все прекрасно было организовано. Вот. Все было по-честному, я это откровенно заявляю. Такие выводы сделали эксперты. А теперь традиционный вопрос к производителям. Как вы оцениваете итоги теста? Я предполагаю, что явных лидеров и явных аутсайдеров здесь нет. Системы достаточно интересные все три. Они, естественно, отличаются и по идеологии, и по направленности. Но, тем не менее, в каждой системе есть свои какие-то определенные фишки. Грех их не использовать владельцам системы, а другим посмотреть и сделать что-то похожее или лучше. Наиболее сильная позиция – это то, что у нас открытая абсолютно платформа, и то, что она сделана по технологии IP. То есть мы можем использовать сеть изданий. В принципе, мы можем грузить приложения под Android других производителей. Нам не надо некоторые моменты, типа чата между участниками или какой-то локальной видеоконференцией разрабатывать. Здесь уже все сделано, и грех не воспользоваться разработками ведущих компаний в этой отрасли. Что же касается откровенного, негативного, это то, что в нашей системе пока нет возможности использовать внешние источники HDMI или какого-нибудь сигнала высокой четкости. То есть мы вынуждены использовать оборудование других производителей для конвертации в его протокол H.264. Вот это вот минус. Что мне понравилось, то, что конкретно в данном тестировании, то, что было услышано много замечаний и пожеланий от экспертов, которые можно вполне себе использовать для разработки более правильного решения. Это, мне кажется, большой плюс этого тестирования. Обломное спасибо за такую предоставленную возможность. Как бы и нам, так сказать, себя показать, и познакомиться, соответственно, с системами наших коллег из других компаний. Это всегда такой обмен опытом даже. То есть здесь даже мы не ставили по этой цели победителей. Просто это хороший, скажем так, способ общения даже, так можно сказать. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»